Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня мы будем раскрашивать вот такой вот рисунок. На самом деле, меня многие просили нарисовать кого-то не в аниме-стиле, поэтому да, надеюсь, это не аниме-стиль, потому что я срисовывала с фотографии в своем стиле. И как раз по такому случаю я решила затестить свой глиттер-маркер. Купила его относительно давно и вообще им не пользовалась, единственный раз только рисовала звездочки на посылке, когда отправляла. Если смотреть на контрасте с кожей, то зацените, насколько же он серебристый, это просто вау. Ну а мы его используем для некоторых деталей, пока что не знаю, как их точно, нужно сначала рисунок раскрасить. Поэтому берем маркеры и раскрашиваем. Как всегда, начинаем с лица, правда я пока что точно не определилась, какого тона сделаю ему кожу. Обычно я сначала заливаю одним из самых светлых телесных оттенков, а потом уже добавляю более темные. Хотя с этим я постоянно почему-то перебарщиваю, думаю, блин, я же хотела нарисовать его более светлых оттенков, но уже все, уже все добавилось слишком темные и деваться некуда. Но знаете, иногда в этих случаях мне помогает белый карандаш, я поверх его наношу и кожа становится немножечко светлее, но все равно лучше как бы знать меру, которой, к сожалению, у меня пока что нет. Вообще, со стороны кажется, что рисование это достаточно легкое дело, и вот ты, например, смотришь на какую-то картинку, которую хочешь себе нарисовать и думаешь, ой, да что там ее рисовать, там раз, два, три, и все готово. Но на самом деле лично у меня какие-то хоть незначительные, но проблемы возникают уже с самого начала. И в итоге создание полной работы занимает достаточно много времени, и ты такой думаешь, блин, хотел на час, а получилось пять. Вот это просто всегда так, особенно когда я рисую не на камеру, я как бы особо не наблюдаю за временем на то, сколько я трачу времени для рисования. Просто сижу, там, например, села в 12 дня, заканчиваю в 3, думаю, блин, а что так быстро? Я представляю, сколько тратят времени художники на какие-то огромные картины, там уже нужно считать не по часам, а по дням или даже месяцам. Но все равно, несмотря на все это, лично мне очень нравится рисование, хоть и я пока что не супер-пупер красиво рисую, я только учусь, но это достаточно увлекательно. Так, ребят, ну а пока наш процесс рисования все еще продолжается, хочу напомнить вам, что сейчас в моем инстаграме проходит очень крутой конкурс на оригинальный корейский бокс BTS. Кто еще не участвовал, обязательно переходите по ссылочке внизу в описании или в закрепленном комментарии в мой инстаграм и участвуйте. На самом деле, правила очень и очень простые, и конкурс будет длиться до 10 июня включительно. Если вам интересно, то все остальные подробности вы найдете в конкурсном посте в инстаграме. А еще, ребят, на этой неделе у меня стартует новенький конкурс, только уже на аниме-тематику, потому что, я знаю, не все любят группу BTS и кому-то больше нравится именно аниме. Так что ждите обязательно в скором времени, а может быть даже уже сейчас у меня проходит конкурс. Видео это я монтирую вечером, и, конечно же, только на следующий день днем я могу его опубликовать на свой канал, поэтому, кто знает, может конкурс уже начался. В общем, все ссылочки в описании. Ну а тем временем я продолжаю все умудрить с фоном, и, к сожалению, он получился у меня немного темноват, хотя изначально мне казалось, что это будет достаточно классно смотреться, но, увы, нет, мне не нравится. Наш, без того, достаточно темно окрашенный мужчина полностью слился на очень темном фоне. Я не знаю, чем я думала, когда я все это раскрашивала, все это делала, но, мне кажется, эта работа получилась достаточно неудачной. И тут люди могут в комментариях написать, а почему тогда ты это выложила, зачем, если тебе не нравится, зачем выкладывать это видео в просторы интернета? Ну, во-первых, я потратила на это все достаточно много времени и сил, во-вторых, возможно, хотя маловероятно, но все-таки, возможно, кому-то это все-таки понравится. Кстати, напишите насчет данной работы свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете насчет вообще такого фона, удачно это получилось или же нет. Ну, а в-третьих, у кого не случаются какие-то траблы или ошибки, ну, получилось так, ладно, давайте доделаем и посмотрим уже итоговый результат. Я не любитель забрасывать или же просто оставлять какие-то рисунки незаконченными, когда я вот на середине процесса вижу, что, ну, что-то не то, вот как-то что-то не так, как я хотела. Я все равно полностью доделываю до конца, потому что у меня присутствует некоторая надежда на то, что я могу все-таки его исправить, и он мне в итоге будет нравиться. И знаете, такие работы у меня были, даже не одна и не пять. Бывало, даже в самом начале мне, например, не нравится скетч, вот 50 на 50, думаю, вот и не хочется мне заново перерисовывать, и как бы и что-то не то. Но в итоге, когда, например, я раскрашиваю или там делаю лайн, вот прям под самый конец, я думаю, блин, какая красота, мне очень нравится. Поэтому здесь также какой-то процент надежды у меня присутствует, но все-таки, все-таки фон все портит. Ну ладно, еще не все, давайте используем вот этот вот глиттерный маркер серебристый, он очень классно блестит, поэтому я безумно надеюсь, что и на рисунке, и на таком темном фоне он будет классно блестеть. И в какой-то степени хоть немного исправит нашу обреченную ситуацию. Кстати, ребят, такой темный фон я сделала неспроста, а все потому, что мне очень много раз писали, что подобные блестящие какие-то маркеры, типа серебристые, серебряные, золотые, они все используются на черной или какой-то темной бумаге на темном фоне. Поэтому я думаю, ну ладно, я сделаю темный фон, поэтому серебристый маркер на нем будет смотреться просто отлично, и он будет супер классно выделяться. Но почему нет? Почему не так? Мне кажется, маркер совершенно как-то не выделяется на этом фоне, его вообще, блин, не видно. Честно, я немного разочаровалась, потому что опять же ожидала совершенно другого, но у меня, как всегда, все пошло через не ту сторону, через пятую точку, можно так сказать, и выходит как-то так. Ну, хотя бы рамочка будет серебристая, блестящая, ее хотя бы видно. В общем-то, да, мы все закончили. Давайте покажу результат немного поближе. В принципе, если смотреть под наклоном, то этот серебристый цвет очень даже хорошо блестит. Но когда смотришь напрямую на рисунок, кажется, что, ну это просто какой-то обычный серый маркер и все. Но если вот так, то вполне себе прикольно. Не знаю, как более качественно его преподнести. И, ребят, если вы пользуетесь такими же маркерами, то, пожалуйста, напишите в комментариях, какие участки рисунка вы им заполняете и на какой бумаге. Ну, а у нас, как всегда, минутка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. Ну, а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!